Если не хочешь проблем со взломанной виндой, которую выложил на торрент и очередной Виталик, а хочешь официальную десятку версий Pro, то качай ее с официального сайта Microsoft, устанавливай на свой компьютер, а потом активируй ее ключом, который ты можешь приобрести в магазине CDK Sellers. Само собой, если используешь вот этот промокод до черной пятницы, то получишь скидку 30%. Имей в виду, что там доступна оплата с помощью Kiwi кошелька, то есть из России купить можно вообще без проблем даже сейчас в условиях санкций. Все ссылки в описании. Всем привет, вы на канале ТГР. Сегодняшний ролик будет посвящен тесту видеокарты RTX 3050 8 ГБ в исполнении Asus Phoenix с одним вентилятором, которую я купил совершенно новую на Алиэкспресс. Кстати, если кому-то нужна RTX 3050 по выгодной цене, ее реально сейчас гораздо дешевле брать именно с Алика, там разница в 10 тысяч и более. И повторяю, это именно новая видеокарта, а не БУ. Ссылка на новую RTX 3050 от этого же продавца есть в описании. Я их там периодически меняю, потому что именно это, что у меня стоит то дешевле, то дороже, я взял себе именно ее только потому, что на момент покупки это был самый дешевый вариант из всех 3050-х, именно версии, которые новые, а не БУшные какие-то. Возможно, когда вы смотрите это видео, в описании в таблице игровые видеокарты лежит уже какая-то другая 3050-я. Это никакого значения не имеет, просто знайте, что продавец проверен, у него несколько разных вариантов 3050-х, именно новых повторяю. Так что я кладу ссылку на ту, которая самая выгодная на конкретный момент времени. Специально проверил продавца на себе, чтобы иметь возможность вам его рекомендовать. Видеокарта пришла всего лишь за 7 дней, хотя сам Алиэкспресс пугал цифрами в 45 суток, но это он просто подстраховывается, чтобы в случае невыполнения каких-то там более коротких сроков, чтобы вы просто споры не открывали раньше времени. Карта пришла в хорошей упаковке, сама коробка запечатана заводскими пломбами Asus, а видеокарта полностью заклеена предпродажной транспортировочной пленкой по кругу. Даже металлическая пластина с портами тоже была заклеена. Это именно у Asus такая упаковка, у некоторых других производителей, как правило, наклейки есть только на пластике, просто имейте это в виду. Все заводские пломбы на винтиках тоже на месте, там где они должны быть, в общем совершенно новая видеокарта, сколько раз уже можно повторять. Давайте уже наконец к тестам. Сразу скажу, что тесты этой видеокарты в разных играх будут выходить постепенно, так как в процессе тестирования у меня менялась платформа, на которой была установлена эта видеокарта. И компоновать все это в одно видео было бы неправильно. Запись геймплея я проводил сначала на карту захвата, но картинка была отвратительная, поэтому решил также записать с помощью встроенных возможностей ПО видеокарты. Само собой это немного влияет на производительность, а конкретно отнимает где-то от 2 до 5 кадров в секунду во время записи. Просто имейте это в виду при просмотре тестов и как бы мысленно прибавляйте от 2 до 5 кадров по увиденным вам фпс. Погнали! Сегодня будем тестировать RTX 3050 в двух играх, а именно недавно вышедшей говноигре Arma Reforger. И примечательно, что создатели не рискнули назвать ее Arma 4, потому что выглядит это дерьмище местами хуже даже чем Arma 3, поэтому назвать эту игру новой игрой 2022 года язык не поворачивается. И в противовес этому дерьму я также протестирую Enlisted. Запускаем Arma на настройках графики пресетом Ultra, однако имейте ввиду, что Ultra пресет настроек это не максимальный для этой игры. Можно увидеть не максимальную дальность прорисовки и фильтрации. Остальное вроде бы все на максимум получается. Давайте попробуем в это поиграть. Жатва всем позывным. Дополнительное вооружение и припасы доставлены на точку посадка. Вернитесь к точке посадки или перевооружитесь прямо здесь. Конец связи. Всем позывным. Это жатва. Дополнительный полевой парк построен на точке садка. Конец связи. Жатва всем позывным. Вооружение и припасы можно получить из точки садка. Конец связи. Как видим, при совершенно устаревшей отвратительной графике для 2022 года у нас едва ли 45 фпс. А дальность прорисовки настолько плохая, что мы невооруженным глазом видим вот такие вот деревья по сторонам. Словно вернулся в кс 1.3. Эх, старый добрый двухтысячный, словно вчера было. Ну да ладно. А какие тут анимации передвижений персонажей? Прям все тот же кс 1.3. Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, при такой отстойной графике, которая должна работать на какой-нибудь встройке райзена без проблем, мы видим, что RTX 3050 постоянно под полной загрузкой в 100%, без вынимачки. И никаких 60 фпс мы тут не наблюдаем. На секундочку, эта шляпная игра еще и на консоли вышла, и работает она там от 30 до 60 фпс с просадками разрешения, и с настройками графики около минимальных или средних. Короче, такого отстоя даже после Arma 3 я не ожидал. Такая низкая производительность при полной загрузке видеокарты может объясняться только либо совершенной криворукостью разработчиков из Bohemia Interactive, либо в игру встроен майнер, который майнит на вашей видеокарте, пока вы играете. Других объяснений этому просто нет. А теперь посмотрим, что может показать Enlisted, когда ему подкидывают отличную видеокарту RTX 3050, о которой, скорее всего, Enlisted даже не мог мечтать. Врубаем максимальные настройки и рвемся в бой. Как обычно, в Enlisted почему-то не показывает мониторинг нагрузки железа, поэтому нам придется довольствоваться нижней строкой показателей фпс, встроенной в игру. Уважаемые разработчики, если вы это увидите, пожалуйста, верните возможность включения мониторинга сторонними программами. Это ведь раньше работало, а сейчас это можно увидеть только на экране меню. То есть, если нажать Escape, мониторинг показывает, а в самой игре почему-то нет. Ну, погнали, повоюем. Наши ребята захватывают позицию. Спасибо за просмотр! . Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наши захватывают точку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видим, у нас великолепная графика. Особенно, если сравнивать с тем отстоем, что видели в предыдущей игре. Просто небо и земля. К тому же, не стоит забывать, что арма рефоргер стоит, блин, полторы тысячи рублей, вообще-то, на минуточку. А инлист этот доступен бесплатно. Конечно, донатный, но, тем не менее, вы можете бесплатно играть. Пока что донат там не душит, я сам играю. И, чёрт возьми, да, знаю, что снова звучит как реклама, когда же, блин, не начнут за неё уже платить. Так вот, при отличной графике мы тут также имеем хорошие анимации персонажей, потрясающий, на мой взгляд, визуальный эффект изрывов и огня. И всё это великолепие с целой толпой персонажей в бою у нас работает от 100 до 150 фпс. Это просто отличный результат, как по мне. Кстати, опять же, эта игра доступна на консолях, и, в отличие от той же армы, она на консолях имеет около высокие настройки, если брать современное поколение консолей, и выдаёт там стабильные 60 фпс. Хотя, очевидно, что игра там запросто могла бы выдавать 120, даже на серии с S, если бы разработчики захотели. Надеюсь, добавят. Потому что, например, какая-нибудь видеокарта типа RX 580 тянет эту игру на средне-высоких настройках больше 100 фпс. Наша малютка RTX 3050 тянет и нлистит на максималках вообще без какого-либо труда. Ну а на что эта видеокарта способна в других играх, мы узнаем в одном из следующих видео. Повторю, что ссылка на видеокарту, которая стоит на 10 тысяч рублей дешевле, чем в России, есть в описании в таблице игровой видеокарты. Напомню, что все подобные тесты железа на этом канале выходят исключительно благодаря поддержке зрителей, которые отправляют донаты и поддерживают канал на Boosty. Поэтому, как всегда, спасибо вот этим мужикам за поддержку моего канала подпиской на Boosty. Им доступен наш закрытый дискорд-сервер, в котором можно обсудить игры, компьютерное железо, игровые приставки, кино, да и не только. Так что, если ты тоже имеешь желание и возможность поддерживать канал на ежемесячной основе в это непростое время, а также хочешь получить доступ в наш закрытый сервер дискорда, то подпишись на Boosty.tgr. Ссылка в описании. Там же в описании полно полезных ссылок. Например, можно задать вопрос и получить на него письменный ответ в течение суток от меня лично, если не хочешь ждать выпуски вопросов и ответов. А также там я специально для вас собрал большие таблицы со сборками игровых компьютеров под любые нужды и бюджет. Это для вас в открытом доступе. Заходите, заказывайте и собирайте себе самые выгодные производительные компьютеры, а не всякие там готовые сборки из магазинов. А если хочешь прокомментировать этот ролик, но не хочешь это делать на Boosty, то есть не хочешь подписываться, то можешь зайти на мой Дзен канал. Там комментарии доступны всем подписчикам. Ссылка на Дзен и мои другие каналы на Ютубе также лежат в описании к этому видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok